Подопечные Курбана Бердыева расколдовали уральский манеж, на котором екатеринбуржцы всех побеждали. И этот матч шмели начинают по-хозяйски. Атаки на ворота Плекикоса следуют одна за одной. Активный Федор Смолов и Осиведо. Ближе к середине стартового отрезка встречи оживляются и гости. Артем Дзюба и Канга тревожат оборону Урала. Но мяч, как заколдованный, не идет в ворота. Причина – отсутствие у ростовчан игровой практики на синтетическом поле. Как здесь разрешают играть, я не знаю. Во-вторых, практически преимущество было у хозяев, потому что они более адаптированы к этому полю. Если вы обратили внимание, мы поначалу очень много мячей теряли в центре поля в простых ситуациях. Во втором тайме желто-синий немного адаптируется к газону. 77-я минута. Канга находит передачи Артема Дзюбу. И тот первым касанием подрабатывает мяч, а вторым отправляет его в сетку ворот. 1-0. В концовке матча хозяева бросают все силы в атаку, но без результатов. Заслуженная победа подопечных Курбана Бердыева. Более агрессивно играли. Потом у нас просела средняя линия. Брака много было. Мы ввязались в такой футбол. Тоже длинная передача, борьба там, где мы в принципе не сумели иметь преимущество. Следующий тур ростовчане проведут 9 апреля. На своем поле желто-синий примут футбольный клуб Уфа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!